Добрый вечер, друзья! Мы очень рады видеть каждого из вас здесь этим вечером, и мы просто имели благословенное время здесь, в Северной Каролине, и мы с нетерпением ждем на следующих пару дней. У нас есть очень важные темы для обсуждения. Завтра мы будем говорить об историческом обмане, и вы бы не хотели пропустить это. Мы будем говорить о знаке сатаны и о печати Божьей в субботу утром, и затем война за поклонение в субботу вечером. И мы приглашаем вас, смотрящих это дома, и также других. Мы знаем, что целые церкви будут сходиться вместе, и мы ожидаем увидеть вас. Сегодняшняя презентация в действительности для меня, она новая. Она называется «Восстановление жизни». «Восстановление жизни». Мы изучали много о субботе, и как эта очень важная тема у Писания была затменена христианством. Я знаю одного друга пастора, и он говорит, «Брадак, вы придаете субботе большое значение». И он говорит, «Вы поклоняетесь Богу в субботу, а я поклоняюсь Богу каждый день». Я сказал, «Нет, я также поклоняюсь Богу каждый день». Суть не только о поклонении. Я говорю, «Вы должны отдыхать». Я сказал, «Если вы отдыхаете каждый день, вы не святой, вы ленивый». Так что это разные вещи. Да, мы верим, что мы должны поклоняться Богу каждый день. Аминь? Что это значит – соблюдать субботу? Возможно, некоторые из вас знают невероятную историю о христиане-миссионере. Он также был олимпийским атлетом, Эрик Лидл. Они сделали фильм о большом событии в его жизни. Он был верным христианином, но он также был очень быстрым бегуном. И он был избран своей родной страной участвовать в пробеге на Олимпийских гирю в Париже 1924 года. Он должен был пробежать 100-метровый забег. Но после того, как он приехал туда и начались тренировки, он понял, что будет время испытаний. Эти игры будут проводиться в воскресенье. И он сказал, «Я не могу участвовать». Они сказали ему, «Почему нет?» Он сказал, «Это день отдыха». Они сказали, «Но это только один раз, это Олимпийские игры». Он сказал, «Я прошу прощения, но это Бог, я не могу этого делать». Он сказал, «Какая мне польза, если я приобрету весь мир, но потеряю душу». Он говорил, «Это заповедь Божья». И к нему даже приходили церковные лидеры и говорили, «Бог тебя поймет». Он говорил, «Это то, что вы говорите, но Библия говорит, что это святой день. Я не буду поддаваться на компромиссы». Что если бы Седрах, Мисак и Авденага сказали, «Мы только склонимся перед устаканом один раз, ради политического мира». Что если бы Даниил сказал, «Я просто закрою мои окна и не буду молиться с открытыми окнами, буду играть в спектакль». Бог ищет людей в последние дни, которые я не буду ставить под компромисс свою веру. Таким образом, в то воскресенье он пошел в церковь, во время того, как происходил забег. И у некоторых была идея, и они сказали, «Эрик, мы бы не хотели пренебрегать твоим талантом. Возможно, ты бы мог пробежать 400-метровый забег». Он сказал, «Я не являюсь беганом на длинные дистанции, я бегаю на коротких дистанциях, 100 метров». И они сказали, что есть такая возможность. Никакие испытания и забеги не будут проводиться в воскресенье. «Вы бы хотели бы пробовать?» Он сказал, «О, пожалуй, Бог открывает мне дверь». Он не очень хорошо справлялся во время испытаний. Но когда наступил день забега, и он сказал, «Это все в божьих руках», произошел выстрел из пистолета, и он начал бежать. Они говорили, что он выглядел так, как будто бы он был одержим Святым Духом. Он буквально пролетел весь путь, и он бежал с его очень уникальным стилем, и его голова была наклонена в зад. И это выглядело так, как будто бы он даже не смотрел на дорожку. Он пробежал несколько раз, он был впереди, и он установил мировой рекорд. Позже кто-то показал ему эту цитату, «А надеющийся на Господа обновится в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Приблизительно 20 лет спустя он служил как миссионер в Японии во время Второй мировой войны, и он умер за это в лагере для военнопленных. Я ожидаю увидеть его в царстве, потому что он жил и стоял на своем убеждении до самой смерти. И сегодня Бог нуждается в таких людях, которые будут защищать эту заповедь. Которая важна так же, как и другие заповеди, такие как «Не лжи свидетельствуй, не прелюбодействуй, не кради». Для Бога это должно быть важно, Он написал их. Так что же это означает, и как мы светим субботу? Это восстановление жизни, об этом мы и говорим. Давайте нырнем в это изучение, друзья, и я думаю, вы будете довольны и узнаете многое. Наш первый вопрос. Как нам повелевал Бог почитать день субботний? Я знаю, некоторые из вас уже видели этот стих, но мы прочитаем его снова. В исход 20 глава написано, это 10 заповедей. С 8 стиха по 10. Помни. Первая вещь — это помни. Вы не начинаете помнить ее в пятницу после полудня. Вы должны помнить это на протяжении всей недели. Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работая и делая всякие дела твои. А день седьмой суббота — Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, не скот твой, не пришлец, который в жилищах твоих. Здесь говорится, «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». Так почему Бог повелевает нам? Это наш вопрос. Почему Бог повелевает почитать субботний день? Это все ради благословений. Это день, который Он благословил. Суббота для человека. Это благословение для вас. Он хочет, чтобы вы были благословены. Это благословенный покой. Мы уверены, что нам необходимо это. Написано, «Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Когда Он осветил, это означает, что Он сделал это священным. И мы будем говорить об этом. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это для вашего же блага. Посмотрите во втором законе 5.29. Это стих, который вы не очень часто услышите. Но это здорово. Господь говорит здесь, говорит к Моисею. И Он говорит, «О!» Вы когда-нибудь услышали, чтобы Бог говорил «О!» Если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать сколько заповедей? «Все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Бог хочет, чтобы нам было хорошо и нашим детям. Так что это означает благословение. Он хочет, чтобы нам было хорошо, и Он хочет, чтобы нам было хорошо вовек. Это называется вечная жизнь. Так что какие конкретные благословения, причины, чтобы помнить день субботний и светить его? Прежде всего, нам нужен физический отдых, чтобы обновиться. Я думаю, каждый знает заповедь о субботе. Но вот еще одно в исход 23. Написано, «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Это слово не используется в Иссо 20 глава, или в Бытие 2 глава. Но это время успокоения. Вы наверняка слышали выражение, «Если вы держите лук все время натянутым, он теряет свою силу». И вы знаете, я прочитал некоторые факты о сне. Вы знаете, что 17 часов длительного бодрства приводит к снижению производительности, который равняется к уровню содержания алкоголя в крови в 0,5%. В среднем усталость имеет отношение с одной из шести аварий на дороге. Это почти... Убийца номер один на дороге – это алкоголь. Сразу после алкоголя идет усталость. И люди устают, они работают тяжело. Однажды остановили мою другую жену за неустойчивое вождение. И она говорила, «Я просто устала». Она хотела убедить полицейского. И полицейский волновался, он говорил, «Если вы устали, тогда остановитесь и отдохните немного, потому что они знают, что это может быть опасно». Маленький удивительный факт. Вы знаете, какой рекорд по самому длительному бодрству не у весна? 18 дней... 21 час 40 минут... Во время марафона кресло-качалка. Рекордсмен сообщает, что галлюцинации... Они пили много кофе. И они давали им время от времени возможности идти в туалет. Рекордсмен сообщает, что галлюцинации, паранойя, помутнение зрения, невнятная речь, потеря памяти и концентрации... А вы что думали? 18 дней? Но некоторые люди ощущают это влияние в маленьком количестве каждую неделю, потому что они никогда не отдыхают. Вы знаете, я помню, годы назад военные силы пытались найти, какая из схем будет наилучшей, чтобы солдаты могли работать. Потому что когда вы военнослужащие, они только говорят вперед, вперед, вперед. Они хотят извлечь максимальное количество производительности от солдатов. И они бы хотели, чтобы те работали 10 дней в неделю. И все они просто начали разлизаться. Они думали, если они будут отдыхать два дня после каждых пяти... Но и так не было хорошо. И после множества экспериментов с разными группами, которые они избирали, они сказали, вы знаете, кажется, будто бы тело имеет ритм, так же, как и циркадный ритм, но это недельный ритм, каждый седьмой день. Они говорят, что каждого седьмого месяца клетки вашего тела возобновляются. Это интересно. Так что Бог точно знал, что Он делает. Он говорит, седьмой день — это день отдыха. Одна причина — это суббота для того, чтобы обновиться силами. Другая причина — для того, чтобы возобновиться духовно. И следующий стих... Мы будем читать его несколько раз сегодня, потому что мы будем извлекать из него многое. Есть и духовное возобновление, которое происходит. Исайя 59, стих 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от радую, святым днем Господнем, чествуемым, и почищ ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, тогда вот что произойдет. Ты будешь иметь радость в Господе. Бог хочет, чтобы вы имели эту радость. И я возведу тебя на высоте земли». Есть и духовное возобновление. Вы знаете, Бог обещает, Он говорит, «Я благословил этот день». Он не благословил его, потому что он устал от творения. Бог никогда не дремает или спит. Он благословил его для нас. Аминь. Так что есть и духовное обновление. Что-то, что вы не можете объяснить. В нашей семье, когда наступает суббота, и мы молимся вместе, мы говорим, «Господи, помоги получить нам благословение, которое ты обещал в этом дне». Как вам достаются любые библейские благословения? Благодаря вере вы указываете на его слово, и вы претендуете на это, и это становится реальностью. Есть люди по всему лицу земли, каждую субботу они теряют благословение. Почему? Потому что они не знают, что это там. И они просто пропускают эти благословения. Бог хочет, чтобы вы претендовали на них. Ответ Г. Послушание – это выражение нашей любви к Богу. Это заключается в отношениях, и это будет... Возможно, я должен был начать с этого. Потому что вся суть субботы заключается в любящих отношениях. Бог создал человека в шестой день, и также создал женщину в шестой день. И когда все было сотворено, сначала он создал окружающую среду, потом он создал существ, и потом он создал день для отношений. И Бог приходил, ходил в саду и говорил, «Бог насадил этот сад, он говорил с Адамом и Евой, и это была большая радость для него». Это любящие отношения между созданием и создателем, и также между семьями. Так что суббота – это время, когда мы должны собираться вместе и поклоняться. Это любящие отношения по горизонтали, и это любящие отношения по вертикали, которые восстановляются и обновляются. Так что это принципы, которые хорошо объяснены. Иисус говорит, «Если вы любите Меня, делайте что? Соблюдайте Мои заповеди». Причина, по какой мы делаем это, это потому что мы любим Бога. Еще пару стихов по этому поводу. 1 Иоанна, 3 глава, стих 4 и 5. «Кто говорит, Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот длжец, и нет в Нем истины». А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. И снова вы можете посмотреть, это наш следующий вопрос. Намеревал ли Бог почитать субботу только евреям? Что же? Сколько из вас связаны с Адамом и Евой? Не только с ними. Мы также связаны с Ноем. Библия говорит, «Суббота создана для человека», Марка 2 глава, стих 27. Там не сказано «суббота» для евреев. Это означает «для человечества», это слово, которое употребляется там на греческом. Там говорится обо всех, так что это что-то, что Бог создал после шестого дня творения для всей человеческой расы. И это прямо в бытие, глава 2, в самом начале Библии. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его. И то, что Бог сделал при создании этого дня, и освящении его, то же самое Он делает с нами, изменяет нас и освящает нас. Бог может освящать, не так ли? Может ли Он сделать нас святыми? Да, Он может. «Ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бог не почил, потому что Он устал. Он почил, как пример для человечества. Зачем хрестился Иисус? Потому что Ему нужно было умить грехи? Или потому что это было примером для нас? Это был пример, точно так же почил Бог, потому что мы были созданы по Его образу, как пример для нас. И Библия говорит один стих, который показывает, что это не только для евреев. «И в субботу в субботу будет приходить кто? «Всякая плоть предлицоя Мое на поклонение», говорит Господь. Это время не только для евреев. Я слышал, многие говорят, это была суббота еврейской. У нас есть суббота для неевреев. Вы не найдете такое учение в Библии, что это только для одной группы людей. Почему тогда евреям нужно отдыхать как-то по-другому? Или почему им нужен субботний покой, а никому другому не нужен? Это не обретает никакого смысла. Вы знаете, в документе о ранних христианских произведениях написано, «Ранние христиане были очень осторожны в соблюдении субботы или седьмого дня». Очень ясно из восточных церквей и из большой части мира, что суббота соблюдается как праздник. Афанасий аналогичным образом говорит, что они держались субботы не потому, что они были инфицированы иудаизмом, но потому, что они поклонялись Иисусу, владыке субботы. Иисус, 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 Иисус говорит то же самое. Это написано в книге «Произведение христианской церкви». Она написана со времен отцов церкви. Так что представление о том, что ранние христиане не соблюдали субботу, не подтверждается исторически. Они все соблюдали один и тот же день. Что означает «светить что-то»? Помни день субботний, чтобы делать что? «Светить». Вы знаете, не все святое. Первое послание Петра, 1 глава 15 и 16 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Частью этого будет помнить что-то, что есть святое. «Во всех поступках, ибо написано «будьте святы», потому что я свят». И он цитирует из книги Левит. Бог свят, и Он создал нас по своему образу. Все согрешили. Вся цель плана спасения заключается в том, чтобы восстановить нас к этой святости. И снова, вы знаете, если вы забудете всю проповедь, вот что действительно важно. Бог призывает нас быть святыми. Люди думают, что главная цель жизни – это наше счастье. В действительности цель нашей жизни – это святость. В святости вы найдете счастье. И предавшись воле Божьей, и жить так, как Его имущество, именно здесь вы найдете наибольшее счастье. Евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, обратите внимание на эту часть, без которой никто не увидит Господа». Вы хотите увидеть Господа? Кто собирается увидеть Господа? Без святости Иисус говорит «блаженны, чисты и сердцем», ибо они Бога узрят. Так что это является важной темой. Так что когда Бог говорит «вы святые люди, и у меня есть святой день», и мы говорим «ээээ», «если вы намереваетесь быть святым», тогда вы не должны отбрасывать то, что Бог говорит «помнить». Аминь? И еще один стих. 2 Тимофеев 1 глава 8 и 9 стих. «Силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, Иисус не спас нас в наших грехах, Он спас нас от грехов». Мы приходим к Нему со Своими грехами, и тогда Он умывает нас, и Он учит нас жить по-новому. Это называется освящение. Это то, чем некоторые люди интересуются знать. Я встречаюсь с людьми все время. У меня есть много друзей, каждую неделю в воскресенье они ходят в церковь, и они смотрели мои передачи по телевизору, и они приходят ко мне и говорят «продак», как будто бы они прячутся от кого-то, потому что они боятся, что и друзья узнают об этом. Я хочу, чтобы вы знали, я согласен с вами по поводу субботы, я соблюдаю субботу дома. Говорят, я иду в церковь в воскресенье, потому что там вся моя семья, это то, где я вырос, и я знаю, что вы правы, и я соблюдаю субботу дома. Я говорю, это замечательно, я рад, что вы убедились в этом, но я думаю, что соблюдать субботу наполовину – это удобнее. Посмотрите, что здесь написано. Необходимо ли ходить в церковь в субботу? Я использовал слово «церковь», они не использовали это слово в Старом Завете, но вы можете прочитать Левит, 23 глава, 3 стих. Здесь написано «шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя». Священное собрание. Что такое собрание? На иврите это означает то же, что и в переводе. Это означает «собрание, люди собираются вместе». Однажды я слышал пастора, который однажды указывал на стих, где написано «пускай в субботу, каждый остается в палатке». Они говорили, вы должны оставаться дома в палатке. Это не то, о чем здесь говорится. Моисей сказал это потому, что кто-то ходил, собирал дрова в субботу и разводил огонь. И он сказал им, не выходите из палаток, искай за дровами. Это все, о чем здесь говорится. Это называется «священное собрание». Позвольте дать вам еще пару стихов. Например, как на счет слов Иисуса. «И приходит Копернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». По своему обыкновению, говорит Библия, он вошел в синагогу в день субботний и стал читать. Позже я покажу вам этот стих снова. Они собирались вместе, вот один, который я нашел в этом году. Я читал годами, я никогда не замечал кое-что. Некоторые из вас знают историю об одной благочестивой женщине-санамитянке. Там не сказано, как ее звали. Она названа женщина-санамитянка. Она была другом пророка Елисея. И Елисей благословил ее, и она была бесплодной. Но чудом у нее родился сын. И одного дня ее сын был в поле, и у него был солнечный удар или что-то вроде этого, и он умер. Ее муж не знал этого, и она сказала ему, «Я пойду встречусь с Елисеем». Муж не знал, зачем я это. Она собиралась попросить Елисея сделать чудо с его сыном. И он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Теперь, что подразумевается в этом стихе? Он не был бы удивлен, если бы она пошла услышать проповедь Елисея в субботу. Но почему ты идешь к нему сегодня? Это не суббота. Так что они собирались вместе в субботу. Читали и изучали Писания. Что хорошо делать в субботу? Люди говорят, «Пастор Дак, написано, не делай никакой работы. Что же мне делать, весь день сидеть?» Люди недопонимают. Суббота означает благословение, и Иисус говорит, «Это день, чтобы делать добро». Так что хорошо делать в субботу? Прежде всего, служите Богу. Вы служите Ему каждый день, но по-особому в субботу. Некоторые из вас помнят из Второзакония, 6 глава, стих 6 и 7. После 5 главы книги Второзакония, он дает нам 10 заповедей снова. Вы знаете это. «После того Моисей сказал в Второзаконии, 6 глава, «И добуду слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, и ложась и вставая». Здесь написано, «И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая». В нашей семье все мои дети сейчас поступают в университет. Но у нас всегда было утреннее и вечернее служение. Если я работал или был на собрании, тогда мама проведет служение. Утром мы имеем свою индивидуальную молитву. Но у нас также есть молитва всей семьей. Мы читаем что-то, связанное с Богом, но по-особому в субботу. Когда садится солнце, чудесное время помолиться и прославить Господа в пении, и встречать субботу, так что это хорошее время для семейного служения. Что еще делать? Читайте хорошие книги. Вот Писание, Луки 4, 16. Иисус вошел в день субботний в синагогу и стал читать. И как вы думаете, что Он читал? Этого дня Он читал Исаия 61. Там говорится нам, что Он читал. Он читал Библию. Так что это хорошее время собраться вместе и изучать Слово. И снова вы можете прочитать Деяние 13, 27. Слова пророческие, читаемые каждую субботу. Так что читая Слово Божье, читая хорошие христианские материалы, будут вдохновлять вас. Если вы хотите быть сильным духовно, вам нужно питать вашу душу. И если мы окружены сегодняшней культурой, когда мы постоянно слышим о грехе, о компромиссах и нечистоте, это повлияет на нас духовно. Мы то, что мы едим. Физично и духовно. Ни одним хлебом живет человек, но чем? Сяким словом, исходящим из уст Господа. Если мы питаемся больше дьявольским кормом в мире, нашей культурой, которая, давайте посмотрим правде в глаза, наша культура очень испорчена сегодня. Если это пища, которой мы будем питаться, это повлияет на нас духовно. В компьютерном мире там просто мусор в мусоре. Это зависит от того, что вы делаете, и это будет то, что вы получите. Нам нужно наполнять наш ум духовной правдой. И это имеет трансформический эффект в наших жизнях. Аминь? Так что читайте. Читайте вашей семье и вашим детям. Еще одна хорошая вещь, чтобы делать в субботу, это давать, жертвовать в особое направление. И вы можете прочитать в первой книге про Липоминон, 16.29. «Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии и святыне Его». Так что, когда мы собираемся вместе поклониться Богу, и слышим про возглашение Слова, и изучаем Библию вместе, это хорошая идея прийти перед Ним и принести Ему дары. И для этого есть особое время, чтобы принести дары и жертвы. Суббота и будет этим временем. Некоторые люди говорят, «Ну, вы знаете, мы не должны делать ничего, что касается денег». Но, конечно, Иисус, вы можете прочитать, где Он благословил эту даву, которая принесла немного и пожертвовала этого дня в храме. Это не о том, сколько вы даете, но вы отдаете свое сердце, Он благословил ее за 2 цента, потому что это все, что она имела. Так что мы должны приходить и почитать его таким образом. Другая великолепная вещь, чтобы делать в субботу – отдыхать. Это день духовного и физического отдыха. Вы знаете, что ваше тело не восстанавливается до тех пор, пока оно не отдохнет. Сила не приходит во время активности, это происходит во время отдыха. Когда вы делаете силовые нагрузки, в действительности вы напрягаете свои мышцы. Когда вы останавливаетесь и отдыхаете, тогда мышцы начинают расти. Они растут во время отдыха. Это во время отдыха ваши мышцы. Вы когда-нибудь обращали внимание, что когда вы сдремете 15 минут, и ваше IQ идет вверх? Это невероятно. Томас Эдитсон думал, что сон – это пустая трата времени. Он жил, дремая, по 15 минут. В действительности, у него была эта привычка. Он работал над одним экспериментом. Он ложился на доску такой ширины, очень неудобно. Всего 2 на 12. Между двумя концами. Где-то полметра от земли он держал большие подшипники в каждой руке. И внизу были круглые сковородки, металлические сковородки. И он обнаружил, что когда он достаточно устает, чтобы уронить подшипники на сковородке, они упадут, ударятся об сковородке, и тогда он просыпается. Он сказал, где-то между каким-то промежутком времени эти подшипники покинули его руку и упали на сковородке. Тогда он отдохнул. Ваш мозг что-то вроде компьютера, он делает что-то, когда вы засыпаете, когда он перезагружается, и все становится четко. И, конечно, некоторые из вас могут сказать, я могу коротко вздремнуть, и я все еще устал и до конца дня. У меня другая ситуация. Если я немного вздремну, я становлюсь намного энергичнее. Даже если вы просто легли и закрыли глаза на мгновение. Он сказал, Иисус говорит ученикам, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Обратите внимание, было также хорошо выйти на природу в день субботний. И снова о Деянии, 16 глава, стих 13. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Вы знаете, что это говорит нам о субботе? Время выйти и молиться, и здесь написано, Исиев разговаривали с собравшимися там женщинами. Павел говорит, мы дали им библейский урок, одной из них звали Лидией. Она изменилась после этого библейского урока, там, в субботу, возле реки. И она стала одной из лидеров домашних собраний в том городе. Так что давайте подытожим. Я не говорил обо всем. Что замечательного вы можете делать в субботу? Что будет в рамках святости? Вы можете слушать или играть вдохновляющую музыку. Пойте. Посещайте больных, или пожилых, или заключенных. У нас есть некоторые друзья, которые имеют тюремное служение. Единственный день, когда им позволено делать это, а то суббота. Они выделяют свое время и идут посетить их. И они делятся библейскими уроками. Приглашайте гостей к себе на обед. Ознакомьтесь с людьми. Делитесь литературой. Вы можете пойти к своему соседу, посвящать к нему дверь и дать ему некоторые книги или литературу. Запоминайте Писание. И вы можете играть в такие игры с детьми, потому что этим вы укрепляете ваш ум правдой Божьего Слова. Это поможет устоять вам в финальном конфликте. Проводите библейские уроки. Изучайте Библию. Выходите на природу. Вздремните. Только не дремайте весь день напролет. Есть две крайности, когда мы говорим о субботе, и я всегда молюсь, чтобы Бог помог мне устоять на середине моего пути. Вы знаете, Библия говорит об этом сыне, которого отец привел к Иисусу. И этот сын был бесноват, и он сказал, «Дьявол пытается разрушить моего сына, пытаясь бросить его в огонь и в воду». Две противоположных вещей. Дьявол не заботится, если вы уйдете в левую сторону пути или в правую. И когда речь заходит о субботе, есть люди, которых вы назовете законники. Они были во времена Иисуса. И есть люди, которые могут быть на другой стороне, указывать на них пальцем и называть их беззаконники. Так что есть две крайности. Люди, которые просто игнорируют и оскорняют субботу. И другие очень строгие. И для них это становится бремием. Иисус должен был разобраться с этим. У Иисуса было множество конфликтов по поводу субботы. Это написано в Евангелии. Но вы обратите внимание, он никогда не говорил, что они не должны соблюдать ее. Он говорил им, как соблюдать ее. Они установили множество человеческих правил, связанных с субботой. Например, Библия говорит о путешествиях субботнего дня. Как долго вы можете путешествовать пешком, перед тем, как обратиться с приятной походкой в работу? И фарисии проделали все их расчеты, и они придумали эту дистанцию. И они постановили и говорили, если вы пойдете куда-то в субботу, сперва вам нужно измерить длину. И они измеряли расстояние между домами, и говорили, о, вы зашли очень далеко. Я только отошел на 6 метров, и это вне дозволенного. Я возвращаюсь назад. Что становится бремем? Вы не должны нести бремя. Что такое бремя? Они говорили, если вы держите носовой платок, то технически это бремя. Но если вы прищете его к своему воротнику, и вы просто выдуваете в него свой нос, тогда это часть вашей одежды. Это просто своего рода фанатическое сумасшествие. Законическое сумасшествие. Но это лишнее. Но вы знаете, если у вас нету никаких принципов, вы закончите, свернувшись на другую сторону пути, когда уже больше ничего не имеет значения. У никого нету идеи, как ее светить, потому что как только вы начнете говорить о конкретностях того, как ее светить, вас обвинят в законничестве. И вы можете просто рассчитывать на это. Так что эти две крайности, я попытаюсь дать вам все эти описания. Делюсь ли я с вами местами из Библии и этих принципов, друзья? Какие виды идеальности мы должны избегать в субботу? Что же, конкретных повелеваний нету, но я начну с того, что вы назовете излишним приготовлением пищи. И это берет свое начало с того, когда Бог давал манну с небес для людей. Шесть дней в неделю Он давал им манну. Он сказал, «Если вы попытаетесь оставить манну на ночь, тогда в любой другой день там разведутся черви, и будет вонь. Кроме пятницы или шестого дня. Собирайте дважды, потому что Я сделаю чудо с вашей манной. И она останется свежей в субботу утром. Так что вам не нужно выходить и собирать ее». И Бог говорит в Исход 16, 23. И Он сказал им, «Вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо б на печь, пеките, и что надо б на варить, варите сегодня. Чтобы им не пришлось делать этого на другой день». Теперь что это означает? Бог хочет, чтобы мы ели пищу только с микроволновки? Нет, просто это идея того, что нужно все успеть, все сделать заранее. Чтобы вы имели качественное время вместе с Богом. Обретает ли это смысл? Так что любые тяжелые приготовления пищи или выпечки, вы можете сделать это пораньше. Благодарите Бога за печь с таймером. Карен может приготовить что-то в пятницу после обеда, она кладет это в печь, затем она выставляет таймер, и духовка стоит в режиме ожидания, и потом где-то в 9 часов, какая запеканка бы это не было, какие настройки бы там не стояли, и мы приходим домой в то же время, и духовка начинает звенеть. И пища готова. Или пищи дымовые сигнализации, но что-то происходит. Она всегда делает так, чтобы пищала дымовая сигнализация. Прошлым вечером она делала попкорн. Но вы понимаете принцип. Это не означает, что вам нужно есть сырой салат, и делать вещи вроде этого. Это просто принцип, как только вы знаете, что это принцип, вы будете знать, что делать. Сделайте все, что вам нужно заранее, чтобы вы имели чем можно больше расслабляющего отдыха. Вы можете подумать, что я фанатик, но в субботу, то есть в пятницу, я готовлюсь к субботе. Я смотрю в свой шкаф, я думаю о том, что я буду носить завтра. Есть ли у меня рубашка, блестит ли моя обувь? Я чистил обувь до блеска во время того, как я учился в военной школе. Так что я чищу мою обувь, чтобы они были готовы, и я говорю, хорошо, все готово. И мне не нужно будет бегать перед тем, как я иду в церковь, и я не думаю о том, что я буду носить, это лишний стресс. Вы хотите иметь мир дома, аминь? Так что вы приготовляетесь. И если вы собираетесь увидеть кого-то, кого вы любите по-особому, раз в неделю, если вы будете приводить время качественно, и вы назначите время встречи, вы вложите в это время и спланируете все наперед. Попытайтесь сделать это когда-то. Если вы планируете встретиться с девушкой, и когда вы идете пообедать вместе, или вы идете вместе со своей женой, вы открываете галерею, и вы обзваниваете повсюду, вы ищете в интернете, вы делаете все, чтобы не делать это во время того, когда вы уже в ресторане. Как это будет выглядеть? Дела не будут идти хорошо таким способом. Говори со мной, общайся со мной, качественное время. У меня есть дела, вам нужно делать их заранее. Это все о любви. Обретает ли это смысл? Это что-то, что Бог говорит нам. Что насчет покупок? Что же, вы можете прочитать в Библии о Ниеме, а 10.31. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу. Это не день для того, чтобы покупать или продавать. В нашей семье мы купляем продукты, в пятницу я заправляю машину, мы оставляем все дела, мы не едем в магазины. Вы знаете почему? Написано, «Вы, ваш раб и рабы не должны отдыхать. Я не буду нанимать других людей работой для меня». И некоторые скажут, «Пастор Дак, вы пользуетесь субботу своим телефоном?» Да, вы знаете, есть люди, которые работают в телефонной компании, но я не могу контролировать это. Но мне не нужно ехать на заправку, мне не нужно идти в ресторан и заставлять кого-то готовить для меня пищу. Если я буду помнить субботу, я буду готовить мою собственную еду. И я больше не отвечаю за это. Если я в отеле, обычно я кладу знак «Не беспокоить». Один день не заходить в мою комнату. И обычно я успеваю сделать все, что мне нужно. Так что просто позвольте людям отдохнуть. Планируйте наперед. И нет, вы не будете ходить в торговый центр, и вы смотрите на все, что там, и думаете об Иисусе? Вероятно, что нет. Если вы делаете вещи, которые не являются святыми, что насчет развлечений? Люди смотрят американского идола в субботу. Смотрите Баштара. Все, что вы должны смотреть в субботу, это пастор Баштара. Аминь. У нас есть христианское телевидение. Мы благодарим Господу за команду 3ABN, которая работает с нами. 24 часа в день они транслируют. Так что если вы смотрите христианские программы, это как читать Библию, это духовная информация, это хорошие вещи. Ваши глаза нуждаются в субботе. И даже на Уолл-стрит они говорят пользоваться технологическим отдыхом, потому что они видят, что люди сгорают просто. Они постоянно проверяют свои имейлы, ноутбуки. Это отвлекает, и это влияет на семьи. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отраду, и обретите внимание, что он говорит, «Святым днем Господним, чествуемым, и почтищие». Зачем нам делать это? Чтобы почитать Бога. Не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти и пустословить. Знаете, я даже пытаюсь контролировать мои мысли, и это не всегда легко удается. Потому что если вы такой работоголик, как я, вы знаете, я хожу наукуло дома и думаю, «О, это нужно отремонтировать». Потом вспоминаю, что это суббота, и я не должен заморачиваться этим. И вы можете встретить в церкви людей, которые могут говорить, «О, да, мне нужно положить эту штуку на мой гараж, и мне нужно отремонтировать это и это». Вы не должны говорить о таких вещах в субботу, говорите о духовных вещах. И вы можете ждать, пока закончится суббота, чтобы вы могли отремонтировать свой гараж. Господь говорит, «Это святой день, и вы знаете что?» Это что-то, на что вам нужно уделить время и думать об этом. Я верю, что Бог стоит этого. Я думаю, что Бог стоит такого почтения. «Так говорит Господь, «Берегите души свои, и не носите нож» Иеремия 17, 21 «В день субботний, и не вносите их в воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но осветите день субботний так, как я заповедал вашим отцам». У меня даже нет времени, чтобы прочитать вам все эти писания, говорящие об этом. Шесть дней работы, а в седьмой день что насчет земледелия? «Покойся, и во время посева, и жатвы». Но что насчет, если у вас есть коровы или козы с молоком? Конечно, вы должны сделать это. Иисус говорит, «Если твой вол упал в яму, вы должны также позаботиться и о нем». Годы назад я слышал историю об одном человеке. У него была банановая плантация в Центральной Америке. Он соблюдал субботу. И у них были сезоны, когда они собирали все, бананы, и они грузили их в то, что мы называем банановые корабли. Это в действительности так называется, банановые корабли. И им нужно было собрать бананы, потому что они быстро портятся, вы знаете. Они должны были направить их конкретно в порты. И оказалось, что надвигался шторм. И направляли все эти корабли на загрузку. Но для того, чтобы этому человеку сделать это в субботу, ему нужно было работать не только в пятницу, но и в субботу. И он сказал, «Я не могу этого делать». Его сосед сказал, «Ты упустишь сезон, твой урожай спортится. Таким образом твой бизнес разрушится». Он говорил, «Бог поймет, тебе нужно работать». Он сказал, «Я не могу делать этого». «Я не собираюсь делать этого. Это суббота». Бог говорит, «Не сей, не жни». И в конечном итоге он ничего не сделал. И этот человек был благословлен в два раза больше, почитая его день. Некоторые люди говорят, «Если я начну соблюдать субботу, я потеряю работу». Некоторые люди теряли жизнь из-за соблюдения Божьих заповедей. Есть ли какой-то тип работы, который позволяется делать в субботу? Да, конечно. Иисус ответил им и сказал, «Отец мой до ныне делает, я делаю». Бог постоянно поддерживает жизнь в субботу. Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит». Если вы возвращаетесь назад в собрание, и вы видите поломанную машину, которую нужно прикурить, и вы говорите, «Я бы прикурил ваш аккумулятор, но вы знаете, это суббота, я не могу». Нет, конечно, вы бы… Это иллюстрация овцы в яме. Сколько же лучше человек-овцы? И так можно в субботы делать добро. Теперь у меня осталось несколько минут, но я собираюсь коротко о чем-то поговорить. Что насчет субботы в браке? Я говорю о брашной интимности. Пастор Росс и я проводим радиопрограммы в прямом эфире каждого воскресенья, и мы получаем много таких вопросов. Так что нам нужно относиться к этому очень просто. Прежде всего, есть время, в которое вы можете поститься от еды. Нормально ли это кушать в субботу? Бог сделал так, чтобы вы наслаждались пищей. Все приятное для глаз было в саду. Бог сделал так, чтобы это было приятностью. Но вы можете поститься физически от еды, и есть время, чтобы поститься, возможно, интимно, по договоренностью. Когда десять заповедей были даны, Моисей сказал в исход 19.14, «И сошел Моисей с горы к народу и осветил его. И они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». И вы понимаете, что это значит. Это был трехдневный пост, и они готовились к встрече с Господом. Но это не означает, что вы не можете иметь никаких отношений к субботу. Например, вы можете прочитать в первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 5, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и в молитве, а потом опять будете вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». В какой день недели Бог создал Адама? В какой день Он создал Еву? После Адама, правильно? Вы знаете, что Бог делает вещи по мере их сложности? Это правда. И что было последним, что Бог сказал после того, как Он создал человека и женщину? Он говорил, «Плодитесь и размножайтесь». Так что, в какой день был их медовый месяц? Вы можете представить Бога, говорящего, «Это суббота, не трогайте один одного». Если люди думают иначе, если пара говорит, «Мы хотим посвятить себя, молясь и постить», и они оба соглашаются, Библия говорит, что это также хорошо. Но некоторые люди думают, из-за нашей культуры, или из-за того, что нас так научили, в еврейском уме интимность в браке была благословением. Это было святым, и это почиталось. Как бы там ни было, просто хотел упомянуть это. Не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу? И это слова Иисуса. Однако они виновны. Это означает, что есть хорошая работа, которая делается в церкви. Заняты ли иногда дьяконы в субботу? Они должны собирать дыры, а потом считать их, поправляют кресла? Вы делаете столько, столько вы можете заранее. Но иногда есть необходимые вещи, чтобы люди могли служить. Священники в храме придерживали огонь, чтобы он горел. И они следили за маслом в светильниках. Есть вещи, которые нужно делать. Иисус говорил, «Они святые, даже если технически по нужде, они нарушают субботу». Так что Господь был очень практическим в этом смысле. Есть ли практические выгоды от соблюдения субботы? Да, снимает стресс. Мы уже говорили об этом. Вот национальное географическое исследование. Вы слышали об этом? Секреты продолжительной жизни. В конце исследования они пришли к выводам, что среднестатистический адвентист живет от 4 до 10 лет дольше, чем среднестатистический калифорниец, что делает адвентистов одной из наций наиболее убежденной культурой по долголетию. И не говорят, что это благодаря их стилю жизни, включая соблюдение субботы. Это снижает стресс, который является самым смертоносным. Я думаю, я уже говорил вам, что золотой мост, моя свекровь видела часть этого троса. Они хотели получить самую прочную геометрическую конструкцию этого троса. И там 6 тросов окружают центральный трос, делая его седьмым. И если наши дни окружают субботу, это придает нам силу. Мы говорим о благословениях, друзья, которые продолжают нашу жизнь и увеличивают IQ. Это для того, чтобы вы были благословены, чтобы вы чувствовали себя лучше. Это лучше для вашей семьи. Стресс связан с шестью болезнями, приводящих к смерти в Соединенных Штатах. Заболевания сердца, рак, заболевания легких, аварий, серьез печени и суицид. Так много вещей, связанных со стрессом. Имеет ли одна заповедь такую значимость? Я просто еще раз быстро пройдусь по этому. В числах 15 глава говорится о человеке, который собирал субботу дрова. Они привели его к Моисею и сказали, что нам делать. Виведите его за город и побейте его камнями. Между прочим, то же самое за прелюбедеяние и за другие заповеди. Богу это было важно. Я не рекомендую делать этого в наши дни. У нас теократия, я просто говорю, я имею в виду демократия, а не теократия, как это было тогда. Так что, под конец, я только хочу подчеркнуть очень быстро, я хочу рассказать историю об одном друге. Некоторые из вас, наверное, слышали об Демонти Дос. Демон Дос был единственным человеком, оказывающимся от военной службы со ссылкой на свои убеждения, который был награжден медалью за отвагу. В действительности, он был моим другом, потому что он был женат с женщиной, которая посещала церковь Диайли Айс-Пастором. Он был осмеян своими друзьями, потому что он не хотел ходить с винтовкой, и он не работал в субботу, если это не было крайней необходимостью. Он работал медиком. У него были очень сложные времена во время службы. В конце концов, во время одной жестокой войны в Окинаве, 12 тысяч американцев умерли во время этой борьбы. Десмон Дос, как врач, он одной рукой перетащил 75 человек в безопасное место, где примали раненых. Он перетаскивал их туда, и каждого раза, когда он вертался назад, он находился под градом из патронов. И все же, каким-то образом, он пережил войну. Я понимаю, Мел Гибсон снимает фильм, который видит позже в этом году, об его жизни называется «По соображениям совести». Но Десмон Дос был настоящим героем. Но он бы не стал работать в субботу, до тех пор, пока это не было крайней необходимостью спасать жизни. И Бог благословил его. И во время этой войны все думали, что он был пуленепробиваемый, и они все хотели быть с ним, потому что он был ранен так много раз, и каким-то образом ему удавалось выжить. Все из-за того, что у него были отношения с Богом, он читал свою Библию каждый день, и он любил Господа, и Господь благословил его. И вы знаете что, друзья? Он хочет, чтобы вы имели эти благословения. Он хочет, чтобы вы имели эти ощущения. Некоторые люди говорят, «Но, пастор, так, я не уверен по поводу субботы, потому что мой дух говорит мне, что это не важно. Мой дух говорит мне, что это другой день. Божий дух никогда не будет говорить вам что-то, что идет вразрез с Словом Божьим. И вы можете задаваться вопросом, какой дух говорит это к вам. Слово Божье и Дух Божий идут вместе, и Слово Божье предельно ясно. Он благословил этот день для вас, чтобы вы получили эти благословения, друзья. Он хочет, чтобы вы наслаждались этим. Он говорит, если вы соблюдете ее и почтите, Он возведет вас на высоты земли, и Он благословит вас. Хотите ли вы, друзья, ощутить эти благословения? Аминь. Попробуйте и увидите, что Господь хорош. Небесный Отец, пожалуйста, благослови всех этих людей, Господь. Помоги нам ощутить это преображение в наших сердцах, и дай нам новое начало. Благослови нас, Господь. Помоги нам сделать практические изменения, которые нам нужны, чтобы почитать Твой святой день, и чтобы мы возвратились к Твоему образу. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Аминь. Продолжение следует...